Ребятушки, всем привет! У меня сейчас такой небольшой экстренный выезд в город. Как вы видите, у нас погода не очень, дождь, снег все тает, все мокрое. Поэтому мы эти дни сидим с лирой дома, никуда не вылазим, потому что холодно, мокро. Никуда не пойти, не прогуляться и даже с камерчиком просто выйти в дворе невозможно. Как вы знаете, я сначала лето безработный, вот, все это время ищу работу, и вот на завтра у меня наметились собеседования, парочку штук, наконец-то, хоть кто-то меня пригласил, вот, то до этого нет опыта работы, то еще что-то, я уже, ой, ветер гадкий, я уже посылаю резюме, куда только можно, какой-то я хрипший, вот, и вот меня пригласили, пока не буду говорить куда, вот, там парочку есть вариантов, поэтому завтра поеду, но так как я уже больше года, кроме как работы и в больницу, никуда не езжу, вещей у меня на собеседовании, к сожалению, нету, поэтому поедем мы в город и купим мне каким-то там джинсы, либо брюки, что мы там вроде, потому что надо хоть как-то прилично выглядеть, все это время я вот хожу в таком вот спортивном стиле, который мне, в принципе, нравится, в котором мне удобно, но завтра нужно хоть какие-то что-то мне прикупить на завтра, поэтому поедем и по-любому что выберем, потому что на завтра мне это точно надо, ну, а там уже будем смотреть, погода, как я уже говорил ранее, мне не очень все не нравится, ветер, фу, что я запыхиваюсь, нос заложен, не знаю, простыл, наверное, ветер, дождь, мокрый снег, слякоть, короче, самая ужасная погода, у нас в эти пару дней был снег, такой мелкий, который сразу растаял, ну, с первым снегом, сегодня утром к нам заезжал Лерин Папа, он забрал наш стабилизатор, я уже в прошлом видео вам рассказал, что в нем какая-то, либо у нас руки кривые, мы что-то неправильно настраиваем, либо в нем какой-то брак, вот он посмотрел, взял, у него есть знакомые, ну, человек, который разбирается во всяких этих штуках, во всяких съемки, он посмотрит, вот, есть ли там какой-то брак, если есть, то мы, понятное дело, поменяем на новый стабилизатор, если нет, он нам настроит как надо, вот, поэтому, еще у меня хорошая новость, вчера списался с парнем, который мне сделал мою экшн-камеру, ну, делал кнопку, кнопку и пластмассовую, потому что оказалось, что поломана и основная кнопка не щелкается, вот, он поменял, сказал, что он поменял кнопку, которая щелкается, такая мини-кнопка, он ее там разобрал, спаял, сказал, что она хорошо работает, заменил там все, но сказал то, что они вот на 3D принтере сделали это вот такое ушко, вот, оно не подходит, оно не дотягивается, поэтому он сказал, что сейчас в ближайшие дни переделай это ушко и будет камера, в принципе, готова, что я очень рад и, возможно, мы уже перейдем на экшн-камеру, потому что очень круто, хотя я помню, что в ней, в нее очень сильно задувал ветер, что не круто, приходится вот так вот рукой будет держать, но зато у вас будет огромный-огромный хороший вид и хороший звук и качество, хотя в айфоне тоже больше нравится качество, но экшн-камера это круто. Субтитры сделал DimaTorzok Давненько мы с вами никуда не убирались, тут в центре Минска дождик небольшой, вот, именно чтобы по торговым центрам ходить, последний раз были, когда помните, еще летом ездили я, Лера и Яромир, все вместе выезжали из центра города, вот, тогда вот, наверное, последний раз и был именно в торговых центрах, ну, не считая там у нас около дома, который Титан, там где покупали кроссовки, но это не такой торговый центр, это торговый центр дома, он не считается, вот, сейчас пройти нам немножечко надо будет, фу, что-то я запыхиваюсь, я не знаю почему, или иду быстро, или просто то, что у нас заложен, короче, надо будет пройтись, прогуляться, тут, как я уже говорил ранее, в центре Минске небольшой дождик капает такой, не очень пока гадкий и пока не очень холодно, это меня радует, вот, но дождь все равно присутствует, не хочется вымокнуть для того, как мы доберемся до нашего торгового центра, фу, надеюсь, мы что-то выберем и купим сразу, чтобы не париться, потому что ненавижу выбирать, ненавижу мерить, либо когда вот одел, и они сразу хорошо сели и подошли, и по цене были адекватные. что-то погодка совсем раздушевалась, приходится по всяким, видите, крышами, переходами на Немеге идти, но мокренько-мокренько, даже немного подмокренько, скоро уже дойдем до торгового центра, уже там хоть разденемся, согреемся, только что минус в том, что придется маску одевать, и тоже на лицо потеет, и не очень удобно так ходить. Опять рискнув, взял кофе из аппарата, и на удивление он оказался относительно вкусным, но не хорошим, но вкусным, поэтому пить можно, и от меня радует, потому что было лень заходить в какие-то кофейни, ждать, я уже взял просто аппарат на улице, и чтоб не тормозя идти дальше. Одно радует, что на улице такой, это сильно небольшой туман, так все, весь город выглядит красиво, но вот дождь, дождь, все портит. Если у меня останется какие-то денежек, то Лера попросила, чтобы я посмотрела Яромирчику бодиков, поэтому, возможно, придется еще зайти в детский отдел посмотреть, но если не будет, то не зайдем, а просто зайдем в магазин, купим Яромирчику на вечер еды, и себе, может быть, на перекус. Вот, работаем в таком экономном режиме, потому что денег совсем-совсем нет. Ну что, ребят, мы дошли, слегка подмокли, сейчас достану маску, а то забыл ее надеть, и уже пойдем сразу зайдем в H&M, посмотрим, что там интересного есть. Лера говорил, что там сейчас скидки как раз. Я понял, что топа не очень понимаю в размерах, взял топа в самые большие. Субтитры сделал DimaTorzok Все, отстрелялись, купил я себе джинсы черные Знаете что, ребята, это ужасно покупать Ненавижу покупать вещи, ненавижу выбирать Потому что мне все не нравится Все мне кажется неправильно сидит Все как-то по-дурацки смотрится Перемерил, наверное, разных видов штук 12 По виду они все тупо одинаковые, кажутся В каких-то удобные, в каких-то неудобные Ну, конечно, это же цена В некоторых там заоблачная В некоторых относительно нормальная Вот, я взял за среднюю цену Такие Немножечко зауженные прямые В принципе, как хотел Ну, я еще раз швырнил, блин Конечно, не подтянутся Ну, короче, это было ужасно Я миллиард фоток скидывал Лере Лера говорит Да-то они на одно лицо Какие-то слишком узкие Какие-то слишком широкие Короче Ужасно, ужасно Не увижу выбирать Но, по крайней мере, остались Таким, не какая-то копейка И купил я еще Яромерочку Ну, парочку бодзиков Ему надо Он уже вырос со своих С коротким рукавом В принципе, все удачно Вот Вот и весь нашел Вся, всем пока Ладно, шучу Так, что-то я пошел На какую-то детскую площадку Тут все Перекрыто, перековеркано Обхожу по хризюке Короче, что я так его сделать Ненавижу ходить один Потому что никогда не могу Ничего нормально выбрать Но сегодня по-любому Надо было выбирать И нравится, не нравится Надо было что-то добрать По многим магазинам не ходил Пошел в H&M В нем, в принципе, только и тусовался Потому что цены Как я знаю Везде плюс-минус одинаковые Дешевле, наверное, только если На скидках бы я попал Но Тоже пошляться по всему Торговому центру Еще по сто раз перемерять Потом, если что, возвращаться Ай Вот Короче, купил И потиху будут Правляться домой На улице по-прежнему дождь По-прежнему холодно Там около торгового центра Стоят всякие волонтеры какие-то Они собирают деньги На какой-то там детский дом То ли куда Бедные тоже стоят Мокнут, мерзнут Не знаю, что У них в торговый центр не заходит Или может заходят А их оттуда выгоняют Непонятно Сейчас будем пешочком идти Тепать До До метро И Заедем еще в торговый центр Ой, торговый центр В магазин Купим Яромирочку И молят себе, чтобы мы На перекус вечерний Вот такие вот планы на день В принципе, вот так мы с вами съездили И потусовались Поэтому, наверное, у меня так мало вещей Потому что мне очень сложно Что-то выбрать Я Не люблю выбирать Я не люблю мерить Я постоянно не знаю, что я хочу Мне все не нравится Вот Но я, в принципе, не только вещам Так у меня во всем Мне надо сто раз подумать Сто раз перемерить Сто раз Как-то одобрить Не одобрить Посмотреть мельчайшие Какие-то детали Чтоб понять Нравится мне это Или нет Такие вот дела Поэтому Сложно мне выбираются вещи Не только одежда Но и все остальное Бытовая техника Я люблю Посмотреть Почитать Отзывы Посмотреть, что лучше И не ошибиться Даже на какой-то Малейший Там, например Процент Пиксель Или какую-то детальку В технике Так же И в одежде Все смотрю Чтобы было удобно Чтобы оно было красиво Для меня красиво Вообще ничего Все мне не нравится Все не так Короче, это ужасно Лера, например, наоборот Она как-то Много покупает вещей Ей многие нравятся Она как-то и хорошо их выбирает Очень странно это Добавил субтитры Весь Минск в тумане Я пытался, конечно Наверное, видно Сделать пару кадров Шапка перекосомочилась Чтобы вам было туман Ну, надеюсь Будет видно Отправляемся сейчас В продуктовом магазине Берем нам Покушать нам С Лерой и Ярмирчику Ярмирчу, конечно В первую очередь И потом уже Можно спокойно Душу отправляться В принципе, домой Все дела Мы сегодня Поделали У нас в Минске Ввели масковый режим Теперь никаких магазинов Кофейнях Короче, нигде Нигде нет дела Вас не будут обслуживать Если вы без маски На всех магазинах Висит вывеска Предупреждение Что без маски не обслуживаем Но по большей части Всем наплевать Потому что Как минимум Половина людей Ходит по магазину Без масок Оплачут в кассах И всем наплевать Вот так у нас Этим соблюдают Мы с Лерой Восходим в масках Закупился я немножко Оп Нам домой Тащу бы бутыль с собой Вода оттуда Вода дома закончилась Папа сейчас придет Папа сейчас придет Папа сейчас придет Что ты делаешь? Хоп Красота И мы сейчас 92 волосы нам идеальны Вот на нем А это уже 98 Отлично Прекрасно Будешь ты под этим спать Подборить блох В свитере Блохая это Ну понимаешь Мы уже дома Приезжал тут Лерин папа Там что-то они уже Бьются дерутся с Лерой Разбирались тут Стабилизатором Вроде как Настроили Надо было просто правильно Делать калибровку Такие вот дела Добился чего хотел Хотел рисовать А что это у тебя здесь нарисов Вот прям так Ты двумя руками Что у тебя здесь такое Ого Я понял Пойдем тебе покажу Расскажу книгу Которую мы недавно купили Книга игра Как и что устал Ребятки Ваше предположение Что это такое Итак ребят Немножко об этой книге Игре Могу показать нам пару Первой страниц Это правило Это листок героя Ну понятно Дело что бы здесь Не заполняли Заполняли в телефонах В чем суть История начинается История начинается с того Что у нашего героя То есть у нас Крадут его дочь Вот Ну тут начало такое Крадут его дочь И кто-то уводит Преступник Требует выкуп И наш герой Своими друзьями Отправляется в дом Чтобы ее спасти Ну Немножко такое Большое вступление Вот Выкуп его друзья Какое-то событие Случается На первых страницах И потом Вот с этой страницы Мы начинаем Наше путешествие Надо путешествовать По комнатам И разгадать Нашу тайну Я пытался уже Три раза Пройти Три забега дел Ни одно не прошло Второй забег Был самый удачный Но все равно Не дошел до конца И сразу говорю О минусах Тут внизу Страницы Вот вы видите Номерка Номерки Куда вам надо Перелистывать Очень аккуратно Потому что Чтобы не проспойлерить Себе Ту или иную Как-то концовку Или какое-то событие Когда перелистываете Старайтесь Не смотреть на картинки Это конечно Очень мешает Но если привнуть Довольно-таки удобно Ну что я могу сказать По этой книге Ну пока Пока мне она понравилась То есть Забавно побегать Так как-то Потратить время Полежать Вот Ну невозможно Конечно сравнивать С книгами Потому что Это не книга Это в принципе Игра Но довольно-таки Прикольно Еще пару сбегов Сделаю И уже Ой Икаю Попозже Скажу вам Свои уже Решения И свой вердикт Короче Есть хорошие новости Написал мне Парень Который делает Мою экшн-камеру Сказал что Работает Как новенькая Что я могу Приезжать И забирать Поэтому Соберу силами Как-нибудь И съезжу Заберу эту камеру Он поменял Кнопку Он поменял Ушко которое щелкает Короче Все поменял И сказал что Работает хорошо Я надеюсь что Следующий уже влог Мы будем снимать На новую камеру Хотя может не будем Посмотрим Ну что сынулик Будем прощаться С зрителями Говори пока 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 Скажи Зрителям Скажи Пока Так ты сказал Все ребят На сегодня все Я что-то так Утомился Ира Мира Будет вырубать Вас Будешь выключать А еще Сколько там валяется Пока Пока